В парламенте Карачева-Черкесии состоялось очередное 49-е пленарное заседание. Оно прошло под председательством спикера Народного собрания Республики Александра Иванова. На сессии было рассмотрено 28 вопросов. Социально значимые проекты стали важной частью в принятии поправок. Альбина Ламкова продолжит тему. Перед началом пленарного заседания спикер Александр Иванов вручил благодарность председателя Народного собрания Республики за многолетнюю законотворческую деятельность, значительный вклад в защиту конституционных прав граждан, неравнодушие и отзывчивость. И в связи с 20-летним созданием института, уполномоченного по правам человека в Карачаево-Черкесии, уполномоченному по правам человека в Республике Заремиум Малатовой. Рассмотрен ряд вопросов бюджетной направленности. Он, как всегда, социально ориентирован. Также правительство Карачаево-Черкесии отчиталось об итогах исполнения республиканского бюджета за первое полугодие 2023 года. Депутаты приняли отчет к сведению. Было отмечено увеличение доходной части бюджета Республики. Это 600 миллионов рублей дополнительно собственных средств Республики. Это очень хороший показатель. Мы надеемся, что он сохранится. Мы даже где-то немножечко рискнули, так называемый, впритык поставили эти доходы, но согласованы с нашей налоговой службой. Поэтому это значительная сумма, которая позволяет нам решать эти вопросы, в том числе и социально значимые. В связи с уточнением доходной части и источником финансирования дефицита бюджета внесены изменения, предусматривающие увеличение ряда статей расхода. Сейчас у нас новые выплаты, поддержка участников СВО. И в данных изменениях, в том числе по посланию, по поручению главы нашей республики, предусмотрены дополнительные выплаты. У нас существует региональный материнский капитал на четвертого ребенка. По поручению главы введен региональный капитал для семей и участников СВО, начиная с первого ребенка, размером 150 тысяч рублей. Эти средства предусмотрены в бюджете. Кроме того, увеличение получил направление на третьего ребенка материнский капитал, тоже довели до 50 тысяч рублей. Сейчас в части социальных выплат мы тоже относим и заработные платы работников бюджетной сферы, тоже, если вы слышали, мы озвучиваем, что предусматриваются дополнительно порядка 230 миллионов рублей. Ну и в целом, созданы резервы, будем до конца года, должны все, что социально значимо в нашем бюджете предусмотрено, мы исполним. Единогласно парламентарии одобрили изменения в закон Карчаева-Черкесии об ограничении на территории республики продажи несовершеннолетним никотиносодержащей продукции. Теперь она под полным запретом. Остается главной задачей – поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Эти вопросы – одни из первоочередных законодательной повестки.